Ребята, как настроение у вас? Небольшой маленький ОПДР. Буквально на 5 минут. Я хотел сказать, что тусовка... Пышка! Пышка! Просто пышка! Привет, братва! Я думаю, вы уже в курсе, что мне удалось все-таки отметить пышно свой день рождения. И на этот счет я вам скажу две вещи. Первое. Я всегда хотел как-то масштабно, максимально круто отметить свою днюху. Никогда это не получалось. Все, кто меня близко знают, меня понимают. Всегда я все откладывал, откладывал. Но 30 лет это та дата, когда нужно реально круто тусануть. И вторая вещь. То, что хотелось разъебать. Хотелось реально разъебать так, чтобы все офигели. Потому что в Москве сложно чем-то удивить. Дофига всяких тусовок крутых. Все уже что ни делай, сколько денег ни вливай, все равно получится плюс-минус одно и то же. И хотелось как-то скреативить, выделиться. И над этим я реально очень жестко запарился. И в сегодняшнем видосе вы увидите, как все придумывалось, создавалось. Сколько ушло на это денег, как все прошло, кто что подарил. Короче, будет офигенный ролик. Спасибо всем заранее сразу за поздравления. За прошлый видос, когда вы поздравляли меня. Желаю вам приятного просмотра. Обязательно досмотрите до конца. Готовьте чаеку. И погнали. Короче, у меня днюха. И сейчас мы пойдем смотреть паром, на котором я буду отмечать. Впереди ждет глобальная подготовка и, наверное, организация самого крупного мероприятия, которое мы когда-либо делали. Даже крупнее, чем киносводка. Это прям полноценный зал. Ну, типа, человек на 500. Вот так ставим рампу. Она вот сколько на ширину? 9 на 1. Раз, два, семь, восемь, девять. Рампа вот здесь будет и там будет. А так ее будет видно. Плюс она будет подсвечена. Они такие заходят, видят пресс-волу тут. Здесь пресс-вол сделаем. Ну, прямо вот здесь. Тут просто прикольно, что пространство все сквозное, без стенок, как я люблю. Как хата моя, типа. Вот здесь, типа, диджей. И все, ты вот так стоишь, блядь, тут вода. Везде вода, блядь. Плывешь, хуйня. А там-то как в середине, типа. Это как кабри, кстати. Короче, Лёх, занимайся, братан. Ты это любишь делать? Прям намечается что-то лютое, реально. Это будет самая лютая туса. Мы поедем на этом пароме прямо до Кремля. Будем там тусить. Потом вам всю жизнь буду говорить. На 30 лет я у Кремля тусю. Если будет такая погода, то все будет точно за***. Как вы уже поняли, вся движуха проходит на корабле. То есть мы арендовываем большой корабль. Он плывет по Москве, реке. Прямо на нем мы строим скейт-парк, грубо говоря. Ну, рампу большую. Все-таки на BMX я катался не первый десяток лет. И катаюсь до сих пор. И хотел, чтобы как-то BMX присутствовал на моей днюхе. Танцпол у нас будет прямо на вертолетной площадке. Настоящий. И все остальное пространство заполняется разными развлекухами. Там, игровыми автоматами, столами, кальянной зоной. Короче, куча всего. Но начали мы в 6 утра самого сложного. Это все-таки постройка рам. Рампу с нуля построили всего за 7 часов. И это реально очень сложная работа, потому что, я вам напомню, это происходит не где-то просто на земле. И приходилось использовать кран, перетаскивать стройматериалы на борт. Куча людей была задействована. И даже в дальнейшем мы кран еще использовали как операторский кран. Вешали на него камеры, снимали сверху. Ладно, рампа была построена. Но далее не менее важный процесс. Это не такой сложный, как постройка, конечно, но тоже важный. Это раскрасить рампу и сделать пресс-вол. К пресс-волу тоже подошли с креативом. В общем, дальше подключились граффитчики. Продолжение следует... Давайте поговорим поподробнее про наполнение корабля. Мне хотелось использовать те штуки, которые реально бы пользовались. И люди в них бы играли, получали бы удовольствие, как-то... Ну, короче, кайфовали. И мы поставили в первую очередь бирпонг. Естественно, чтобы люди играли в него. Далее сделали игровые автоматы. Прям вот эти, которые... Как они называются? Пинг-понг? Как пинг-понг? Пинг-бол. Пинг-бол. Не тот пинг-бол, когда стреляете, а пинг-бол, который вот на виндовсе. Помните, такой был? Только мы такой настоящий заказали, гигантский, офигенный. Дорого стоило. Ну, вообще все дорого стоило. Помимо, короче, этой штуки. Мы еще сделали аэрохоккей. Аэрохоккей я просто обожаю. И в него играли больше всего. Потом, правда, сломали. Причем сломали даже два под конец вечеринки. Еще мы заказали балансборды и футбол настольный. Это что касается развлечений. Сделали отдельную кальянную зону, отдельную зону для родителей, плюс сидячие места со столиками и дофига пуфиков. Очень было приятно, когда вся эта движуха началась. Мы же это делали все как бы в первый раз. Наугад, по сути, мы не знали, что будет пользоваться спросом, что не будет. И вот просто запустили эту штуку. Было реально кайфово наблюдать то, что люди реально используют, играют. И все, что мы сделали, все пользовалось спросом. Ну что, братва, походу шансов у вас нет. Все-таки в этот раз победа точно за мной. Ведь это новая лимитированная карта Тинькофф Блэк с тремя уникальными дизайнами от Лэйзи Сквэйр на выбор и крутым кэшбэком до 15% на выбранные категории. Причем кэшбэк приходит не баллами и другими фантиками, а настоящими рублями. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира, а переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк тоже абсолютно бесплатны. Если этого вам недостаточно, то вот вам бонус. Эта карта даст 20% кэшбэк на игры, 15% на Яндекс.Еиду и Деливери Клаб и 10% на Apple Store, Google Play и Spotify. Торопитесь, таких карт выпущено немного. Кстати, если вы оформите карту до 30 июня, то у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда. Такое уж точно упускать нельзя. Ссылочка в описании. К пяти вечера наша пати-баржа уже была почти готова. Вот знаете, бывает пати-бас, когда едет автобус, у меня там музыка играет, там все тусят, а у нас была пати-баржа. Так вот, к пяти вечера я туда пригоняю на BMX, и вот я, когда все это придумал, реально сам, я не знал, как это все реализуется, но благодаря вот команде, всем, кто нам помогал, эффект реально стоил того, даже был, наверное, даже круче. В общем, я приехал по пяти вечера и просто офигел. Так, наступил этот день, погнали, короче, тюха. Блин, как же я устал. Нам сегодня еще надо будет прямо сегодня сейчас корабля публиковать еще два видоса на вот этом основном канале и еще на втором. Если хотите, вы не подписаны на второй канал, Дима Горди, Бутовуха. Переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. Я сейчас смотрю на все это, понимаю, что это разъехал. Такого дня рождения ни у кого не было вообще. Пришли мероприятия на корабле такого уровня. Мне кажется, еще никто не делал. В России. Рампа, в ли, будем ехать, чуваки будут в рампе кататься, можно делать, будет, болрай по мосту. Мотик. Когда тебе звонил, короче, я просто... Я понимаю, что стоит 50 человек, я понимаю, что остался час. И ничего просто не было готово. Я просто думаю, ну все. Леха у нас занимался всей организацией мероприятия. Да. Респект. Посмотрим, посмотрим, что получится. Нет, все уже должно быть. Еб***ь, что-то нормально. Главное, что мы в зону еб***ь. У нас даже маргеринштерн есть, правда, картонный. Вот сейчас, перед тем, как мы отплывем на место встречи, я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели со всех сторон на то, что мы создали, и посмотрите, как все стало на свои места. Как только мы отплыли, я понял, что туса уже 100% удастся. Потому что вот этот вайб, когда музон валит, мы плывем мимо сити, все смотрят, все обращают внимание, вообще не понимают, что происходит. А у нас была цель доплыть до Крымского моста. Там у нас было место сбора. Почему именно там? Дело в том, что музыку можно слушать громко, плыть только до 11 вечера. Поэтому только от той точки мы могли доплыть до Кремля и обратно, и ничего не нарушить. Так что пока мы плыли, в тот момент я был в моменте. Радость бешеная. Вот просто прикиньте, мы сейчас разворачиваемся на фоне сити. Корабль. Ахота просто сделать вот так. Сейчас, под музыку. 30 лет. Смотрите, даже солнце вышло. Блин, сейчас вид еб*** на всю б***ю. Ну а пока мы плывем до точки, где я встречу со всеми друзьями, знакомыми. Я буду публиковать ролики. Ну, как я говорю. Друзья, вот это, вот это надо ставить по этим роликам. Чтоб не произошло на вирусовке, поставьте лайк. Итак, мое сердце бьется нереально. Прям подбит, подпад. Короче, вот все, мы подплываем. Сейчас мы начнем всех запускать. Будет примерно человек 300. Месяц со СМИ будет куча телеканалов, блогеров, медийных людей. Короче, смотрите до конца. Мне кажется, будет жесть. Ну что, мам, нормальный масштаб? Первыми на борт поднимаются родители. Время сбора было 7 часов вечера. Я всем рассылал приглашение, всем говорил, что все пришли вовремя, никто не опаздывал, потому что в 8-8.30 мы уже отплывали с того места. И я боялся, что все придут одновременно, что так произойдет, что вот реально все придут к семье, и будет толкучка, давка с подарками. Но все произошло идеально. Вот в тот день вообще все было круто. И получалось так, что гость приходил один за другим. То есть вот ровно человек заходит, дарит мне подарок, я общаюсь, смотрю подарок. Далее заходит следующий гость, я снова с ним здороваюсь, общаюсь, беру подарок, вскрываю, кладу его на место. И вот так вот один за другим все приходили, то есть не было никакой давки. Максимум была очередь из двух-трех человек. Это настоящий, боевой, п***щеный, ПМ в золотом напылене. Так жестко отрываться нельзя. Нельзя? Нельзя, ты выше себя. Это вот так, коротко! Это вот так, коротко! Это вот так, коротко! Полчара, чисто! Ко мне приехали друзья из Германии. Прямиком. Подарочек основной. П***ь, отдай, что там. Это мои номера на БМВ! Жестко, жестко. Щетка. Приехал обратно на Дареш, ты постришься. Ну, это прям вообще топ. Топ, 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 топ. Я прям жестче ни у кого такого не видел. П***ь, всем вообще! Гордею нет, у него он старый, сегодня ему 30, я в сентябре, мне 30, но нормально сегодня. так что еще хотел бы сказать а круто что все пришли реально то есть я рассылал кучу приглашений там у нас было 200 человек 200 блогеров там артистов и большинство ну почти все пришли качали все пришли пришли все сми были мус тв жара музыка первого тнт music ну короче вообще все были тоже очень классно что первое мероприятие такое на которое пришло столько журналистов и самое главное вот это все я что было приятно кто-то звонит до прикиньте ведущая мус тв сказала то что наша туса это самая крутая туса на котором она была за всю свою работу на мус тв а это три года это прям был бальзам на дмитрий портнягин пацаны разобрать поставить туда красиво сделать туркис приехал славочка так и присутствовал полинсяга это полная тяга кайф номер метр шмотов укрепляю такая масштабная тусовка мы только пришли но уже чувствуется что ночь будет прям очень вешено и развлекать только кастей столько шариков а я пошла тусить 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 я хотел купить эту кожанку но дорогая очень братан не смог так как я блогер до мозга костей то естественно даже в свой день рождения я опубликовал видос прямо из корабля то есть я оснаю всю движуху сел спокойно с ноутбуком и опубликовал видос и затем все продолжилось но все с этого тоже угорели что даже в нюху короче публикую видос а два ролика дома публиковали в этот день небольшая пауза надо публиковать видос пока очередь подожди сейчас видосы надо прикольно привет мы работаем всегда я хочу почту вас короткий поэтому идите и пусть весь мир подождет я публикую видос так что свайпайте и смотрите здесь он уже выпеков мы ждем в подарках сколько можно имей уважение да я что боялись за мной не занимать просили за мной занимать не получится ни у кого ты что мы же везде на первых ролях еще очень прикольно что на наши тусовки никуда нельзя было уйти и нельзя было покинуть то есть все мы отплыли в этот момент я катнул на бмксе первым делом чтобы разогреться и затем уже не было вариков ни у кого смотаться куда-то поэтому все кайфовали как могли то ли сказал что в 11 часов что-то ебанят если хардкор говорит что ебанет то значит ебанят все вообще в атасе полном экстрим экстримную жуку парень поддерживает не забывают про нас и и и и и и и и и Tracy и и our Всем бодрого времени и суток, дорогие друзья. С вами рэпер Сява. Сегодня мы с вами на неинстовом мероприятии, где сегодня полетят телефончики из карманов только в путь. Демасик еще просто не знает, кого на днюху пригласил. А это я, это мой кентурик Сиплый. Сегодня будем дергать, как бы нормально будем делать, красиво. Я тебе могу сказать, что Гордея научил делать дни рождения я. Он когда пришел ко мне на дни рождения, увидел Расмах и говорит, нихуя себе. И решил меня переплетать. И он это сделал. Ну мы на свои 40 лет сделаем лучше. Нам просто улет 31, брат. Не знаю, Димин характер по-другому не могло быть. Паржа это наш. Это точно. Эта туса запомнится на очень долго. Вся Москва узнает об этом. Люблю, целую, обнимаю. Жестко. Ну ладно. Диме, на самого-самого крутого. 30 штук. Много детей. Ребята, это день рождения от Дмитрия Гордея. Покажи еще кустовку. Не, не, подожди, не так. Спасибо нашему хорошему Димочке. 30 лет, ребятки, как-никак, нифига себе. Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришли. Всех рад видеть. Все-таки 30 лет один раз в году, поэтому решили вот немножко так изгибнуться, такую пышную вечеринку сделать. Так что, пожалуйста, кайфаните, отдохните сегодня. Мы все для этого сделали, поэтому проведите этот вечер с кайфом. Мне было очень приятно то, что все артисты, которые были на тусовке, все залетали на сцену, пели свои треки, чужие, чужие треки, другие треки. Короче, все. И отдельное спасибо хочу сказать Сяве, потому что из всех он первый, кто взял микрофон, поднялся, поздравил меня и начал зачитывать. Ну и потом после него уже вся движуха началась. Сява, респект. Сейчас, короче, чуть-чуть похулиганим, я случайно взял с собой флешечку, там парочку треков буквально там бахнем. Да, немножечко не против, если мы похулиганим чуть-чуть вместе с вами. Банвичком, пацанчики, поехали. А вот там сидят мои родители. А если нет мастер, меня зовут Сява, гидмашник, братик, здрасте. А еще кто-то в том, ребята. Кинул пацана. Поймал, да! Станцпол выходит на нужную кондицию. Товарищи, уезжали большой гаспорт, не собрал полку, не речи, квадру, с корпорацией. Товарищи, уезжали большой гаспорт. Так, раз, два. Давайте футочку бахнем, Антон. Давай, давай, давай! Давай, давайте надевать деньги! Сейчас пару ласковых тебе скажем, бро. Дима! Любви достоин только ты и твои 30 лет. Смотри, моя мама вместе с папой сидят вон там. Камери 3.5 дома. Камери 3.5, ел, Камери 3.5. Любви достоин только мать и Камери 3.5, ел. Ты всегда и королев. Друзья, спасибо! Песню отрелизил, ее Дима мне помог. Короче, все, рок кто-нибудь слушает здесь? Давай! Сейчас будет рок. На самом деле мы приложили очень много усилий ради того, чтобы проплыть мимо Кремля с музыкой, светом, со всеми делами легально, что немаловажно. И у нас это получилось. Все это заценили, снимали сторисы, говорили об этом. И мне даже удалось еще катнуть на BMX в рампе прямо на фоне красной стены. Раз, два, три. Гордей! Где Гордей? Где Гордей? Ножен Гордей. И Дима Масленников на подтанцовку срочется. Давай ко мне, брат. Тут сегодня все исполняют треки. Я же позволю себе немного пофристайлить. Это актуально, быть может, это грубо. Шаг мультов у Гордей собралась на ютубе. Он сегодня без всякой проблемы празднует свои 30 лет. Это реал тема. Здесь клава Кока, это все не страшно. После моего фристайла буду ею крашен. Тема залетела. Я скажу, братан, на связи MC Палыч. Это мой патчлайн. Дорогие друзья, в жару или в метели. Для вас представил здесь Надюхи MC Палыч. Делит, тут сегодня собралась лучшая компания. Дети, кто не знаные, давай, до свидания. И помните, друзья, в жару или в метели. Для вас олдскульные MC Палыч селит. И что еще сказать? Голос мой устал. Я закончил фристайл, и прошу вас, и все. Дима, 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 Дима. Давай тоже с вами. Просто мы такие детки. Короче, друзья, срочная новость. За нами прямо сейчас едет полицейский катер. Дальше, ближе к 11 часам, подъехал крутой подарок от Толи Сульянова. Он подарил салют. Прямо реально гигантский салют, чуть ли не как на День города. Тоже это было максимально круто, неожиданно. И мы все просто стояли и офигевали от этой красоты. Дима, 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 Дима! Время работает на лучшее, время развития в жизни. Спасибо, Дима! А-а-а-а! А-а-а-а! Затем у нас была небольшая остановка. Кто-то покинул наше судно, разъехался по своим делам. Но большая часть, ну половина точно, осталась до конца. И мы тусили до 4 утра. Отплыли потом в место, где можно было включить громко музыку. Я, честно, даже не помню, как там до конца все прошло. Но по итогу в 4 утра мы были у Сити. И это все говорили, что это была самая крутая пати. Я не знаю, что происходит, ребята. Отмечаю. Это один из самых лучших дней рождения, на котором я был. И 30 лет нужно справлять, сука, именно вот так. У тебя туса на фоне Кремля, б***ь! Мам! Еще меня очень сильно удивило, то, что когда мы плыли, подписчики часто кричали с моста, поздравляли меня. И одни ребята даже заморочились и сделали плакаты, где было написано «Дима с ДРМ». По-моему, вроде как. Короче, было суперприятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я, наверное, очень сильно нахваливаю нашу вечеринку. Ну, реально, очень кайфово наблюдать за тем, что все получилось. Всем все зашло, все довольны. Повезло с погодой. Прикиньте, погоду я мониторил просто за день до днюхи. Каждый час. Каждый час смотрел и молился, чтобы не было дождя, чтобы все получилось. И все получилось. Вот. Вам интересно, наверное, сколько это стоит? В интервью я говорил всем, что в районе 100 тысяч долларов чуть меньше. На самом деле, да, вышло поменьше, конечно. Но тоже очень дорого. Но это того стоило. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо за подарки. И, кстати, вот прямо сейчас вы можете перейти на второй канал и посмотреть видос с тем, как я делал анпакинг своих подарков и рассказывал, кто что подарил. Посмотрите огромную кучу подарков, которые я еще разбирал там несколько дней. И несколько дней был вообще под впечатлением со всей тусы. Осознавал, что мы сделали. Но это мировой уровень. Реально, реально мировой уровень. Так что поставьте лайк, если вам понравился этот видос. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. С вами был Дима Горзей. До новых встреч.